Всем привет, вы на канале Regular Unboxing, у меня для вас хорошие новости, хочу поделиться своими, так сказать, позитивными впечатлениями, потому что я вроде как наконец-то, как для себя, нашел идеальные наушники, но я никому их не могу порекомендовать, потому что у них есть некоторые неприятные недостатки, о которых мы поговорим сегодня в видео. Наушники Lenovo появились на рынке совсем недавно, на Алиэкспресс они сейчас есть на момент съемки видео буквально у двух или трех продавцов, а значит что интересно, эти наушники рассчитаны непосредственно на китайский рынок, то есть официально их у нас еще нигде не продают и скорее всего в ближайшее время они не появятся, возможно они не появятся и вообще, никаких отзывов в англоязычном и русскоязычном сегменте интернета я не нашел, но зато была масса отзывов на китайском Tmall и на китайском JD. Если в целом, то отзывы на этих ресурсах достаточно положительные, но мне почему-то кажется, что там особо никто не заморачивается с отзывами, потому что это как на нашем Алиэкспресс, дорогой Марадом, все просто ставят товар получил, ставлю 5 звезд, продавец молодец. В принципе на китайском Tmall и JD происходит приблизительно такая же картина, поэтому на те отзывы ориентироваться особого смысла нет. Так как наушники рассчитаны на китайский рынок, я предварительно связался с продавцом на Алиэкспресс и узнал у него на каком языке голосовые подсказки. Продавец сказал, что подсказок нет вообще, он меня обманул, забегая наперед, и мол все уведомления происходят за счет световой индикации, то есть наушник включается, выключается, низкий заряд батареи, все только происходит за счет индикации, а наушники сами ничего не говорят. Наушники я заказал, получил, приехали они ко мне достаточно быстро, буквально за 2 недели или даже меньше, доупакованы они были еще в отдельную картонную коробку, которая просто идеально подходила по размерам к оригинальной коробке, скажем так. Комплектация тут достаточно стандартная, левый наушник, правый наушник, кейс с емкостью батареи в 1800 мАч, который еще можно использовать и в качестве пауэрбанка. Кстати, напомните мне чуть дальше видео, не забыть рассказать про этот пауэрбанк немного поподробнее. Еще в комплекте было 3 вида амбушюр, это маленькие, средние и большие, средние по умолчанию, как обычно установлены на наушники, и в принципе, этими амбушюрами я продолжаю пользоваться. По качеству все достаточно неплохо. В начале этого видео я сказал, что наушники для меня просто идеальны, и знаете, в них идеален именно звук, но я не могу вам сказать, типа, мол, покупаете эти наушники, потому что в них обалденный звук, все потому что восприятие звука, оно очень такое индивидуальное, и одному человеку он очень понравился, другому вообще может не понравиться, кому-то будет мало басов, кому-то много басов, кому-то средних, низких. Очень тяжело ориентироваться на чье-то мнение в плане звука. Лично мне просто охренительно, как зашли эти наушники. Я вот их уже хожу, неделю слушаю, мне хочется тоже подпевать. Вот когда наушники очень классные, я не знаю, вот как у вас, мне хочется ходить и подпевать просто. Просто слушайте какую-то музыку, на-на-на-на-на, вот это вот все, это вот именно топовый звук. И вам я тоже рекомендую вот не ориентироваться на чье-то мнение в плане звука, а можете ориентироваться на мнение в плане эргономики, удобства, либо там кнопок, либо какие-то вот другие моменты, другие нюансы, но не в плане звука. Звук нужно всегда слушать самостоятельно, чтобы понимать, как бы, насколько это классные уши. По звуку, вот да, извините, я вам буду это сейчас говорить, но очень они мне понравились. Но в них есть целая куча недостатков, кстати, которые я и критиковал в других моделях. Значит, первый недостаток, это снова огромный кейс. Кейс здесь огромный, кстати, да, спасибо, что напомнили рассказать вам про кейс. Кейс тяжелый, потому что в кейс затолкали аккумулятор емкостью в 1800 мАч. Для чего это было сделано, достаточно сложный вопрос, потому что весь этот вес нужно таскать почти всегда с собой. Ведь если наушники отключатся, то включить их только можно с помощью кейса. То есть вы устанавливаете наушники в кейс, и они тогда выключаются, и достаете, и они включаются. Таким образом происходит включение наушников. То есть без кейса вам не обойтись, и вам его придется всегда таскать с собой. У меня было такое вот впечатление, что кейс должен быть маленький и легкий. Но, с другой стороны, кейсы легкие у конкурентов, у Xiaomi, у Blitzwolf, у других массы наушников, у Rockspace, например. Например, кейсы здоровые тоже, но легче. Но все равно вы их в кармане носить не сможете. То есть этот здоровый кейс вы в любом случае будете носить в сумке. Как и в случае с Blitzwolf, с Rockspace и прочими наушниками. А какая, в принципе, тогда разница носить 100 грамм, либо 50 грамм? Уже тогда разница как-то немножко нивелируется в этом плане. С другой стороны, пауэрбанк, такой портативный, можно использовать для многих разных интересных штук. Не только заряжать телефон, но и, например, вы можете летом в маршрутке, в автобусе, в метро пользоваться портативным вентилятором. И наслаждаться прохладой, и слушать одновременно свою любимую музыку. Ну, это как, например, существует масса всяких разных миниатюрных гаджетов, таких вот, такого плана, которые вы можете использовать с этим миниатюрным пауэрбанком. Потому что пауэрбанки, люди, если покупают, то на 20 тысяч, на 10 тысяч, то есть они большие, тяжелые, а такой пауэрбанк с собой можно взять в дорогу. Ну, как бы, компактно и удобно. И чуть не забыл второй вариант использования. Идете вы вечером по улице, пользуетесь вот такой вот маленькой штучкой, маленький фонарик, подключаем, и вместо вспышки смартфона мы пользуемся такой прикольной штукой и не ходим со смартфоном по улицам. А, пауэркейс, не так уж и страшно, если что, потерять. Ну, вы поняли. Второй достаточно важный плюс этих наушников, это качество микрофона. Наконец-то, после долгих, так сказать, поисков, я нашел более-менее нормальные наушники с более-менее нормальным микрофоном. Значит, в принципе, сейчас запись идет разговора, я буду попеременно включать ту вторую запись, чтобы вы могли понимать, насколько вообще нормальный они записывают звук, либо ненормальный. По личным тестам могу сказать, что на улице они себя ведут достаточно неплохо. Естественно, значительно хуже, чем если говорить напрямую через смартфон, пользоваться обычным микрофоном, ну, как в классическом режиме, да, и пользоваться телефоном без гарнитуры. Но, в принципе, в принципе, роль гарнитуры в этой роли не справляется, в принципе. Но могло быть и лучше. Но не так уж и плохо, как в случае с бритами. Давайте немного поговорим по эргономике самих наушников. В принципе, они достаточно интересны по форме, но они не всем подойдут. Производители рекомендуют устанавливать данные наушники под углом 45 градусов. Если у вас немного отличается форма уха, то, возможно, у вас возникнут некоторые проблемы, то есть дискомфорт и прочее. Значит, ну, допустим, ухо у вас более-менее подходит к этим наушникам. Наушники подошли к вашим ушам. Но тут есть другой момент. Значит, управление осуществляется за счет двух хардварных кнопок, которые достаточно тугие. Если в четвертых Blitzwolf кнопка была расположена достаточно удобно, и когда вы на нее нажимали, то наушник, грубо говоря, прижимался к вашей ушной раковине, то здесь вот та самая проблема, о которой я говорил. Наушник достаточно сильно давит в ушной канал, получается. Вы его заталкиваете при каждом клике, и это немного дискомфортно. А со временем можно немного приловчиться. Если вы хотите, допустим, переключить трек, то вы можете вторым пальцем, допустим, указательным, немного поддерживать край наушника и большим пальцем нажимать на саму кнопку. Тогда дискомфорт будет не такой сильный. Но все-таки к этому надо привыкать, и это не совсем изначально удобно. Теперь давайте поговорим про именно работу этих кнопок. Значит, если вы хотите ответить на телефонный звонок, вам нужно один раз нажать на любую кнопку, либо на левую, либо на правый наушник. Если вы хотите сбросить звонок, вам нужно зажать кнопку на 2 секунды, и звонок сбросится. При прослушивании музыки. Одинарное нажатие на любой из наушников – это воспроизведение музыки, либо пауза, если у вас музыка уже играет. Двойное нажатие на правый наушник – это переключение на следующий трек. Двойное нажатие на левый наушник – это переключение на предыдущий трек. Если вы сделаете тройное нажатие на любой из наушников, то включится голосовой помощник либо Siri, если наушники подключены к айфону, либо Google Ассистент, если к Android. И самый главный плюс этих наушников, как я считаю, в них наконец-то сделали возможность регулировать громкость. Это просто огромный плюс, потому что во многих наушниках, которые я проверял, которые у меня были на обзоре, которые я тестил, в них такой функции не было. Здесь это как осуществляется? Вы просто зажимаете кнопку, если правого наушника, то громкость плавно растет вверх. Если вы нажимаете кнопку левого наушника, то громкость плавно растет вниз. Возможно, в какой-то степени это минус, но, грубо говоря, у наушников есть своя собственная громкость. То есть, если у вас, допустим, на телефоне установлена средняя громкость, а вы с помощью наушника правого хотите повысить громкость, то вырастает именно громкость, как усиление самих наушников. Но громкость на телефоне, она не растет. Вы можете потом еще и с помощью телефона повысить громкость. Как-то так. Что самое важное в полностью беспроводных наушниках? Вот я считаю, что самое важное это качество связи, насколько хорошо они держат сигнал. Смотрите, сказать просто, что качество хорошее, это неинтересно. У меня вот возникла на днях такая ситуация. Я обувался в коридоре, ко мне подошел ребенок, что-то меня спросил. Я в этот момент как раз слушал музыку, я достал правый наушник, узнать, что, собственно, от меня хотят, и положил наушничек на полку. Мне сказали купить в магазине то-то, то-то, то-то. Я сказал окей. Вышел в коридор, вышел в парадную, закрыл одну дверь, закрыл вторую дверь, подошел к лифту, нажал на кнопку вызова, зашел в лифт, проехал где-то полэтажа, и тут у меня начинает булькать левый наушник. А то есть, какая картина? У меня в кармане телефон, основной правый наушник я оставил в квартире на полочке, вышел, закрыл двери, и где-то отошел метров, наверное, на пять, и вот через две двери и через уже лифт, дверь лифта, левый наушник потерял связь. Смартфон связывался с правым наушником, который был в квартире, правый наушник связывался с левым наушником, который был у меня в левом ухе, и вот только вот уже когда я далеко, достаточно далеко отошел, наушники начали терять связь. То есть, по квартире я где-то на кухню могу выйти, по коридору, связь держит отлично, телефон с собой постоянно таскать не надо. В этом плане прием у них просто на пятерку. И как вы поняли из моего небольшого рассказа, наушник основной тут только правый. Как-то можно пользоваться отдельно только левым наушником. У меня это один раз получилось, но вот я попытался сделать это второй раз, и он у меня не хочет выходить в режим поиска. То есть, я не знаю почему так, я его отдельно подключал, отдельно через него говорил, вроде бы все работало, но потом почему-то у меня не получается сделать его вот как использовать в режиме одного ушка. Он пытается постоянно найти правое, не знаю почему, но вот у меня такой небольшой глюк. И еще есть такое маленькое наблюдение по поводу кейса. Компания Lenovo выкупила у компании BM направление ноутбуков ThinkPad, торговую марку, насколько я понимаю, значит и продолжает делать ноутбуки для космоса. Космос, мистика. И знаете, эти наушники в кейсе, если смотреть на них ночью, то они похожи на маленького страшного зубастого монстра, с маленькими красными глазками и четырьмя светящимися зубками. Но, честно говоря, что-то в этом есть, и уже за счет этих маленьких злых глазок хочется купить себе эти милые наушники. В целом, такие дела. У меня очень положительное отношение к этим наушникам, они мне реально очень сильно понравились. Но порекомендовать купить их вам не могу, потому что это все-таки китайская версия, мало ли какие с ними возникнут проблемы, но если что, мне они реально понравились. Вы были на канале Regular Unboxing, если вам понравилось это видео, то не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, которые обязательно будут немного потом. Но это все будет немного потом, но пока, всем пока.